Студенческим трудовым отрядом 60. В далёком 1959 году молодые активные студенты-добровольцы отправились в Казахстан на освоение Целины. С тех пор через студотряды прошло множество поколений. Романтика, навеянная тем периодом, сохранилась, поэтому студенческие отряды пользуются популярностью и поныне. Проводники, строители, медики, молодые педагоги. Сегодня деятельность студенческих трудовых отрядов разнообразна. Однако наиболее востребованными направлениями являются проводники, вожатые и обслуживающий персонал. Таким образом, у студентов есть возможность не только подзаработать, но и отдохнуть. Взять, к примеру, Льва Алексеева. Общаться с людьми, помогать им, разбираться в механике поезда – вот что делает его счастливым. Мы ездили по России и в Абхазию. Для меня этот опыт дал новые качества как целеустремлённость, стрессоустойчивость. Потом этот опыт мне помог планировать время, потому что у нас смены были по 12 часов. Мы могли работать и сутки целые, без сна, но работали иногда и два через два. То есть это очень интересный опыт, и я всем желаю попробовать себя в этом. Нынче, впрочем, как и всегда, спрос на работу среди студентов в летний сезон высокий. Более тысячи студентов трудились в составе 44 отрядов, как на территории республики, так и за её пределами. География деятельности обширна – Крым, Краснодарский край, Крайний Север и другие регионы. Студенческие отряды прежде всего дают молодым людям возможность совершенствовать свои профессиональные навыки. Благодаря этому я побывала на трёх масштабных слётах российских студенческих отрядах в Якутске, в Ростове-на-Дону и в этом году в Москве. Это тоже большой опыт для меня как для студента и как для учителя в настоящем. Первые студенческие отряды в Мариел появились в 1967 году. Ребята трудились на полях Волгоградской и Астраханской областей, в затопленных зонах Чебоксарской гидроэлектростанции, на строительных объектах на территории Советского Союза. За все эти годы закалку трудом прошли свыше 90 тысяч девушек и юношей. Они дали мне большой опыт, жизненный опыт. В дальнейшем он пригодился моей жизни. Я был в последующие годы, работал в партийных советских органах, был первым секретарём районного комитета партии. Ну и в дальнейшем вся моя судьба была связана, трудовая деятельность с молодёжью. Штаб студенческих трудовых отрядов сотрудничает с правкомами университетов и СУЗов не случайно. Для студентов, которым не по карману летний отдых за пределами республики, студенческие отряды являются возможностью выбраться за пределы родного края. Так, например, обслуживающий персонал отдохнёт на море, а проводники увидят пол России. Кстати, проезд и проживание за счёт работодателей. Это ребята, которые смогли не просто посмотреть мир и там отдохнуть, а они, самое главное, смогли заработать. Зарплата серьёзная у проводников 40-50 тысяч. Строители, которые ездили на Крайний Север, у них зарплата в месяц 40 тысяч. Есть отряды, которые поменьше работали, но имели возможность больше отдохнуть, например, Орлёнок. То есть они два дня работали, два дня отдыхали. Зарплата как бы поменьше, но возможности отдохнуть побольше. В рамках слёта, посвящённого 60-летию российских студенческих отрядов, наградили ребят, которые внесли огромный вклад в развитие этого движения. Большинство студентов говорят, однажды окунувшись в ряды студотрядцев, ты больше не сможешь представить свою студенческую жизнь иначе.